Александр Панкратов-Черный. Александр Панкратов-Черный играет разноплановых персонажей, но в большинстве случаев он выглядит вполне милым и приятным человеком. Однако за кулисами актер совсем другой. Он часто нелестно высказывается о коллегах, нецензурно выражается, а иногда устраивает авиадебаши. Лисан Утяшева. Лисан выглядит словно ангел, а признание в любви со сцены ее супруга Павла Воли делают ведущую в глазах окружающих еще более милой. Однако очевидцы рассказывают, что Утяшева высокомерно себя ведет с обслуживающим персоналом, а она грубит официантам, парикмахерам и горничным. Брэд Питт с виду милый и спокойный актер оказался пьяницей и кухонным боксером. После развода Анджелина Джоли призналась, что Брэд злоупотребляет спиртными напитками, после чего дает волю кулакам. Было дело, он со всей силы толкнул Джоли. Ударить супругу ему помешали лишь ее угрозы вызвать полицию. Именно поэтому Энджи борется за то, чтобы дети были полностью под ее опекой. Ирина Алферова. Нежную и добрую Ирину Алфорову обожали советские зрители. Но, по словам коллег, актриса далеко не ангелочек. Ирина Ивановна очень капризна и требовательна. С ней очень тяжело и в личном, и в профессиональном плане. Джеки Чан. Кто бы мог подумать, что Джеки Чан вовсе не такой добренький, каким кажется на экране. Джеки долгое время не признавал свою дочь от первого брака, не платил алименты, не помогал и не участвовал в ее воспитании. Также актер нелестно отзывается о своем сыне, который попал в скандал с запрещенными веществами. Кроме того, Джеки заявил, что не оставит детям ни копейки наследства. Виктория Лопарева. Лопарева уже была замечена в скандале, когда неподобающе себя вела на борту самолета. А недавно модель стала оскорблять своих подписчиков, чем окончательно разрушила свою репутацию милашки. На комментарии подписчицы, что Вике нужно быть рядом со своим новорожденным ребенком, а не лететь на автосессию в Майами. Лопарева ответила, что только у российских женщин такое примитивное мышление, и оно не от хорошей жизни. Эдди Мерфи. Улыбчивый и добродушный актер встречался с Мелани Браун, участницей группы Спас Голлс. Но когда Мелани забеременела, Эдди Мерфи ребенка не признал. Более того, актер сообщил, что не будет участвовать в воспитании и готов встретиться с дочерью только когда она вырастет. И то, если девочка сама этого захочет. Александр Шепс. Телезрительницы были влюблены в Александра Шепса, который старался помочь каждому герою шоу «Битва экстрасенсов». Поклонники были искренне рады паре Александра Шепса и Мэрилин Кера и следили за их романом. Однако, мало кто знает, что после расставания Мак шантажировал бывшую возлюбленную ее интимными виде. Леонид Якубович. Добрый дедушка – это всего лишь роль, которую играет Леонид Аркадьевич в передаче «Поле чудес». В реальной жизни ведущий – очень сложный человек. Он постоянно показывает свой непростой характер. Якубович скандалит с обслуживающим персоналом, а свою передачу называет полной шизой и удивляется тому, как люди вообще такое могут смотреть. Егор Крит. Егор кажется невероятно милым парнем, но в реальной жизни певец обидчив и болезненно реагирует на критику. Более того, Егор пользуется влиятельными связями, благодаря которым он без убытков вышел из «Блэк Стар». А после неаккуратного высказывания блогера Эмилия Иманова, Крит обиделся так сильно, что повлиял на то, чтобы Эмилия исключили из команды Димы Масленникова.